Всем привет! С вами Ирина и сегодня у меня обзор цветущих орхидей. Начало апреля. Некоторые орхидеи уже отцветают, некоторые только начинают распускаться. Это у меня цветет цимбидиум, цветет уже довольно давно. И когда на него попадает солнце, он ароматит. Солнышко на него здесь может попадать по утрам. Это уже полностью домашнее цветение. Я так рада, что он выпустил два цветоноса и дорастил их и распустил. Какой красавчик! Смотрите, какой крупненький цветочек. Это, в принципе, первый цимбидиум, с которым мне удалось подружиться, наконец-то. Я его еще так и не пересаживала. Боялась все, что сбросят бутоны. Вот смотрите, как у него корешки. Растут во все стороны. Много зелененьких, видите? И наверх лезут. И бульбочки у него там новые нарастают. Вон молоденькая. Вон у него ростик идет. Я его поливала пару раз, наверное, удобрением в небольшой концентрации, чтобы, мало ли, чтобы не сбросил бутончики. И после цветения нужно еще будет и удобрить, и пересадить. Вот такой красавец, пышный. А еще у него под каждым цветочком висит капелька нектара. Тоже очень интересно смотрится. Это запачкался листочек об капельку. Здесь уже цветоносы практически полностью распустились, и можно уже поворачивать будет лицом к себе. Пират Пикати бабочка раскрылся. Вот такая орхидейка. Персиковая. Вот здесь еще распускается. И при этом уже цветочек нижний роняет. То есть давно он стоит. Вот так и решил дорастить цветонос. Дендробиум беленький уже отцвел. И вот остались последние цветочки на желтом. Жалко, конечно, что они так вниз все смотрят. Потому что любоваться ими так сложно. Вот такой красавчик. Видите, какие кончики розовенькие. Это первое домашнее цветение у него. Тоже на солнышке ароматит. Если на них по утрам попадает сюда солнышко, то дендробиумы ароматят. И покажу вам красавицу Чия Ейенлин. Наш с вами эксперимент. Растет она просто в колбе, без грунта. Это вот только что я налила чуть-чуть воды. Полсантиметрика на дно. И она уже... Вот эти корни замочились, когда я поливала. А по всем остальным корешкам вода поднимется до конца дня. И она вся попьет. Видите, какая у нее длинная шея была. Мы с вами решили в комментариях ее не делить. Ну, большинство голосов было за то, чтобы не делить. Дать ей расти, как она хочет. А хочет она расти елкой. Здесь у нас три цветоноса сейчас. Большинство веточек вот так и не доразвилось. Это уже зависит от погодных условий, которые способствуют развитию или неразвитию цветоносиков. Так, а здесь вот несколько веточек у нее развилось. По бокам. Пышненький такой. И вот здесь тоже. Видите, какие-то идут в рост, какие-то нет. Это из тех орхидей, которые не любят доращивать цветоносы. Просто их отсушивают и в следующем году растит новая. Вот такая красотища. Перейдем к тем орхидейкам. Орхидейка горизонт досушивает свой последний прошлогодний цветочек. Все никак не скинет. Ида распускает новый цветонос. И здесь орхидея Egyptian распустила свои мандариновые цветы. Я не подвязывала, дала ей вот так вот свисать. Здесь у меня небольшой стеллаж, на который там в глубине поместились орхидеи, чтобы их не спалило дневное солнышко. И вот, наконец-то, распустился цветонос. Давно не было домашнего цветения. Вернее, его, по-моему, не было еще ни разу. Хотя купленная орхидейка была давно. Несколько лет назад. Такой красавчик. По-моему, Aladin Kiss. Я уже и название забыла. Вот он распустился. Нужно будет найти название и подписать. А там орхидейка. Это, по-моему, из старых, пятистарых засушенных орхидей. Она еще не цветет. Из них, по-моему, в этом году тоже ни одна еще не цветет. И стеллажик переехал чуть-чуть в другую комнату. На некоторых орхидейках смена световых условий немножко сказалась. Вот, например, черная орхидея, бабочка. Она отсушила один цветочек. Ну и в прошлом году она, в принципе, тоже только один выдала. Такая капризная. Мне кажется, это из-за того, что они все-таки с генетическими изменениями. Потому что она не совсем там бабочка. Такая всего раскорячка. И, наверное, из-за этого она плохо растет и цветет. Вернее, растет она хорошо. А вот цветет так себе. Моя белая, большая, самая крупная. Продолжает цвести. Такие нежные цветочки. Тяжело тянуться наверх, на верхнюю полку. Уже рука устала держать телефон. Wildcat. Красуется там вовсю, сверху. Вот эта орхидейка распустила один цветочек, а второй держала вот так вот бутончики вниз. Очень красивые такие, как вишенки висели. Крупные-крупные, но так и не раскрылись. Просто отсохли. Да, и Wildcat еще вот сюда-сюда. И сюда. В общем, у него со всех сторон. Октопус. Красивый цветоносик. Хоть и небольшой выдал пока, но видите, продолжение следует. Дальше у меня Фронтера и Клеопатра. Вот они в одном кадре. Сдалека похожи. Но по сути разные. А вот еще и Дикий Кот в одном кадре влез. Все такие в крапушку. Похожи у них. Так, здесь Фронтера и желтый шоколад, который пахнет лимоном, когда на него попадает солнышко. А оно здесь на них с утра тоже достает. В этом году, видите, я цветоносы оставила на самотек. И они так тоже красивенько вниз свисают. Так, Клеопатра тоже будет доращивать. И вон там у нее один цветочек на старом цветоносе. И вот моя орхидейка без названия. Мутированная тоже. Которая цветет, в принципе, не очень охотно. Но когда цветет, то это просто шикарно. Это мини-орхидейка. Да, здесь, кстати, у меня еще одна зацветать будет. У нее вот такие всякие разноформенные цветочки. Вот что это у нее было. Что это было? Это была губа, а все остальное неизвестно, что это было. Каждый цветочек, видите, он разный. Три липс. Какие-то пилорики. Какие-то три липсики. А какие-то вообще неизвестно какие. Ну вот, на кончике вообще странные, да? Такая интересная, пушистая. О, у нее там еще один бутончик спрятался. У нее, оказывается, здесь раздвоился цветоносик. И скоро меня ждет еще одно чудо. Внизу у меня цветет Сан-Франциско. И не подскажу вам сейчас название. Вылетело из головы. Эволюшн, по-моему. Они вот такие очень похожие. Я в одном из видео показывала их вместе прям. Они отличаются, если смотреть вблизи. Но, в принципе, обе такие монотонные. Здесь у меня Вайлджил. Кстати, в этом году цветочек у нее крупнее. Вот какое чудо. Забыла уже название. Но оно вспомнится, но сейчас не подскажу. Чудо чудесное. Плотный восковый цветок. Всегда цветет вот так вниз. Сан-Франциско. Нежная-нежная. Воздушные цветочки. С рюшиками. Уже один отцветает у нее. И я думаю, что она может быть расщедрится на продолжение. Хотя это уже и так продолжение. Вот старое цветение уже было. Месяц назад. Попкорн. Мелкий-мелкий. И а-ля Сога Вивиен продолжает цвести. Они у меня в одном горшочке. На стеллаже пока все. А, как это все? Как это все? Забыла? Здесь вот чармер красуется у меня. Тоже продолжает цветонос. Такая гроздь свисает. Орхидейка из икеи. Тоже с нестабильным цветением. Вернее, с нестабильной формой. А вот эти вот два цветочка выдала равномерно бабочку. В прошлый раз у нее было наполовинку. Интересная такая орхидейка. Один бутончик решила не распускать. По-моему, это Везувиус. Правильно? Что-то я так долго вспоминаю. Здесь на фоне старых засушенных орхидей, как мы их уже называем с вами, продолжают они растить. Листочки, но не цветут. Вот цветет последний цветочек Биомонт. И здесь вот развалилась джулия. Отцветает уже нежнятинка Энджел. Здесь бутончики Леодора. И в ту сторону тоже Леодора решила мне выпустить цветочек. Ух ты! В этом году прям Леодора. Но это из новых Леодор. Которая крупная. Сейчас вам покажу более мелкую свою. Она цветет не так охотно. Прям вау-вау. И ароматит. Даже без солнца. Слышно ее аромат. А моя старенькая Леодора, у нее в два раза меньше по размеру розеточка. И вот она два бутончика наращивает. Сейчас быстренько по новым орхидейкам, которые в один-два цветочка распустились. Вот такая красотища. Просто это первое домашнее цветение. И некоторые выдали много-много, а некоторые только дорастили на старых цветоносах. Вот это размерчик. Это, по-моему, как раз та орхидея, которая цветет одним... Вернее, цвела в магазине. Вот это вот из магазинного цветоноса. Которая цвела одним цветоносом. Вот таким. А вторым каменной розой. И смотрите, что я вижу. Так, вот она. Что, скорее всего, это бутончик каменной розы. Видите, темный. Темный-темный. Ну, из того же цветоноса, соответственно. А как будут новые выдавать цветы, я уже не знаю. Здесь у меня золотой Будда. Или как там называют его правильно. И вот новый цветоносик. Правильно, бронзовый Будда, я вспомнила. А вот это золотой леопард. У него, мне кажется, какой-то деформированный цветочек. Да, как будто недоразвитые нижние лепесточки. Да, и справа вот недоразвитый. Странно. Ну, ладно, ждем домашнего цветения. Это у него на старом цветоносе. Здесь уже больше красоты. Ой-ой. Ой-ой. Подсушила я ее. Видимо, солнышко ее прижарило. Достало аж в глубину комнаты. Так, нужно срочно полить. Здесь еще цветочки держатся. Редлипчик это, я думаю. Орхидея Манхэттен в своем великолепии. Не знаю, почему они не назвали усатым тигром каким-нибудь. Потому что это действительно как усатый тигр. Красота. Смотрите, какие усищи. Она у нас растет еще с самого момента покупки. Вот так вот. Потому что в грунте там была беда. Я ее сразу вынула. Покупала зимой, по-моему. Все было мокрое. И вот так вот она и растет. Да, Редлипчик я сильно пересушила. Все уже полила. Все, она питается водичкой. Грунт. Это как раз из тех орхидеи, которые мы лечили от трипсов. Поэтому они у меня здесь отдельно все и стоят. Лечили мы их вот в том видео по ссылке сверху. Так. Это у меня каменная роза. Отцветают старые цветочки и растет новая. Видите, какие бутончики. Такие же, как на том цветоносике. И здесь тоже новые. И вот цветочек. Каменная роза. В разные стороны все. И здесь прекраснейшая Монтрю. Три цветоноса сейчас цветет. Один из них новый, вот этот. И два других. Это открытые почки на старых. Во все стороны раскрыла цветочки. Видите, во все, во все. С какой стороны ни посмотри. Везде красиво. И она получается у меня одна из самых высоких. Здесь цветет первое домашнее цветение. Орхидейка, которую мы забирали в бесплатках. По объявлению отдавали. Вот такая красотка. Цветочки держит уже давно. У нее очень интересная губка. Смотрите. Цвет, как будто кисточкой мазнули. Разводы такие. Очень-очень интересно смотрится. Это орхидейки, которые я вам недавно показывала. Красная отцвела из точки роста. И теперь ждем деток. Вот эта красавица еще продолжает цвести. Пышненькое такое мини-облачко. Вот уже сбрасывает некоторые цветочки. И желтенькое тоже еще чуть-чуть держит. Такие интересные. Вы мне понаписывали название. Большое спасибо. Мне осталось только их на бирочке записать и повтыкать. Чтобы потом не искать. И здесь у меня тоже первое домашнее цветение. Вот такой интересный орхидей. Биглип. Ой, какие у нее прикольные защипы здесь. Смотрите. А здесь есть. А здесь нет. И здесь нет. Один цветочек такой. Видите, он раскрывается таким более желтеньким. Потом становится чуть бледнее, розовее. И тоже из бесплаток цветет очень красиво. Смотрите, какая нежность. Она нежная, нежно-розовенькая. С нежно-желтой губкой. Но вот сейчас смотрю, что у нее похожий некроз нижних листиков пошел. Ой, достать бы. Я вон обрезала их. Но что-то дальше идет. Она у меня вот в таком горшочке. Как забрали, так я и не доставала. Это, скорее всего, было подгоревшее на солнце. Вот здесь я обрезала. Но тоже, видите, идет. И, похоже, ее нужно достать. Еще раз срезать некрозы. И, наверное, таки пересадить или перевалить куда-нибудь. Потому что это не дело. Может, там замокает. А я просто не вижу. На всякий случай помыла руки с мылом. И теперь буду лапать другие орхидейки. Лососевая мультифлора. В общем, пока без названия. Вот такая интересная. Она раскрывает цветочки лососевыми. А потом они становятся цветофуксией. Цветет долго. Цветет охотно. Цветет на многих цветоносах. Красавица. Небольшая вставочка. У этой орхидеи действительно подгнивали корни. Из-за того, что замокали. Не люблю непрозрачные горшки. Из-за того, что там не видно, собственно, что происходит с корнями. Я пересадила. Я пересадила. Убрала все, что начало отмирать. Почистила листочки. Вот так пообрезала. И теперь у нее новый горшочек. Пересадила в кокосовые чипсы. Дальше орхидея розовое облако. Настоящее. Смотрите. Это первое домашнее цветение. На новом, полностью новом цветоносе. Поворачиваю, чтобы мы рассмотрели. Вроде бы казалось, ну просто розовая орхидейка. Но когда она вот так пышно цветет. А еще смотрите. У нее вот здесь трубочка такая интересная образовывается. Так интересно сложен центр. Я не заметила, чтобы она прям сильно теряла цвет. Нет, выгорала на солнышке или что-то такое. Вот в принципе в таком цвете она и распускается. Смотрите, какое шикарное облако. Здесь у нас 2-3 веточки, 4 веточки. 4 веточки. Уже все распустила. Поэтому я поворачиваю к себе лицом. И так и оставляю. О, и дальше орхидейка Мальвина. О, у нее много веточек. У нее из старых двух цветоносов по 2 ветки. И еще один полностью новый. Это, по-моему, одна из моих самых крупноцветущих орхидей. Это первое домашнее цветение тоже. Вот такая лопастая, смотрите. Лапка у него, цветочек. Огроменный. Смотрите, какое бутонище. Я подставляю руку, чтобы вам примерно был понятен масштаб. А то многие пишут, зачем вы трогаете цветы орхидеи. У нас с ними такая договоренность. Я их трогаю, им нравится, все хорошо. Смотрите, какой у нее краешек верхних лепесточков. Может показаться, что он подпорченный, но нет. Это вот у них у всех цвет такой на краешке. Каемочка черненькая. Губка прекрасная. Он еще так раскрывается. Смотрите, когда цветочек раскрывается, он вот такой выгнутый назад. А потом он выгибается обратно и становится уже более ровненьким. Но в целом он такой пушистенький. Там мне не видно. А ну-ка, поверну. Главное, чтобы ничего не улетело с подоконника. У этого тут полосочка такая интересная. О, видите, здесь проявляется больше на боковых лепестках тоже каемочка. Вообще он как будто вельветовый. Так и хочется его пощупать. Но на самом деле лепесточки, видите, такие нежненькие, воздушные. Красота. И это орхидея Рон. Вот это тоже теперь одна из моих самых таких крупных орхидей с очень крупным цветком. Они разные по форме, но мне кажется, что по размеру даже в принципе сопоставимы. Это домашнее цветение. Вот немножко на старом цветоносе. Вот это вот. И полностью два новых. Я когда покупала, было сомнение, что новые цветоносы будут такими же коротышками. Но, как видите, они в принципе коротышки. Правда, если их подвязать наверх, то они будут, наверное, высокими. Но не такими уж и длинными. Смотрите, какая гроздь. Цветоносы у нее мощные, толстенькие. Чтобы выдерживать весь вот этот вес. Такая шикарная красота. И вот еще цветонос. Хорошо формируется. Вот от этого производителя. Очень такие качественные орхидеи. Смотрите, листочек лезет. Он вообще не сгибаемый. Вот эти вот. Они такие. Прям их уже еле в горшок впихнуло. Они просто на листьях висели. Но мы с покупки, в принципе, как поставили в это кашпо, так она и стоит. И там в кашпо, как начали переть корни во все стороны. Вот так она называется. Здесь уже начинает отцветать. Но мне кажется, что он больше подгорел на солнышке сзади. А может просто так начинает отсыхать. Он такой мощный. На солнышке он не мог подгореть, потому что другая сторона к солнышку. Просто он так отцветает. Смотрите, как изящно, я бы сказала. Изящно отцветает. Так, теперь Азиан Коралл. Взрыв цвета. Сколько бутончиков. Пробую вам ближе показать. Один цветонос новый. И вот он пошел. Раз, два, три. И они так плотно, что их еще и не разведешь, чтобы подвязать. Видите, он прям лежит на этом цветоносе. Очень плотные веточки. Цветочек уже не такой крупный, как у тех двух красавиц. Здесь вот смотрите, какой огромный. Огромный. Здесь уже, конечно, поменьше. Но, тем не менее, все равно довольно крупный. Сколько веточек. Красота. И во всем цвету Лас-Вегас. Нефирменный. Поэтому, наверное, и выжил. Вот такой красавчик. Видите, распускается он такого какого-то кирпичного, непонятно, зеленоватого оттенка. С зеленцой прям. А потом становится таким насыщенным желто-зеленым. На солнышке ароматит. Такой он компактненький. Новый цветонос. Еще новый цветонос. И там продолжать он будет. Цветет долго. И довольно охотно. Красавчик. И закончим мы красавицей Феррарой. Здесь цветочек уже побледнел. Потому что собирается цветать. Видите, какая старая удочка у него. Еще магазинная. Вот от старого цветоносика у него. Веточка такая красивая. А вот новый цветонос во всей красе. Насыщенный желтый цвет. Когда распускается желто-салатовый. Потом становится таким просто более желтым. Лепестки в рюшиках. Вот новый цветочек. Видите, салатовый такой. Тоже такая красота. Ну и на этом пока все. Если что-то новенькое распустится, я обязательно вам покажу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok